Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодняшняя наша лекция касается испанского художника Франциска Хосе де Гоя Илусиентес. Он родился 30 марта 1756 года вблизи города Саргоса в Испании в семье Позолотчика. Его отец Хосе покрывал сусальным золотом предметы интерьера, главным образом сотрудничал с католическими церквями. Благодаря этому обстоятельства семья имела хороший достаток. Тем не менее, образование Франциска Гоя получил поверхностное и всю жизнь писал с ошибками. Существует легенда о том, что юный Франциска был еще тем сорванцом и однажды нарисовал из шутки свинью на стене. Отцу сказали, что у сына есть талант. Так Гоя попал на обучение в мастерскую художника Лусана и Мартинеса, картину которого вы сейчас видите. Женой художника станет дочь Франциска Байо Хосефа. От нее родится Франциска Хавьер Педро, который также станет художником. Этот враг был совершен по расчету. Франциска Гоя хотел быть придворным художником. В то время как раз Шурин Гоя, Франциска Байо, являлся придворным художником короля Карла Третьего. С подачи Франциска Байо он начинает работать для королевского двора. И Гоя осуществит свою мечту. Но в 1789 году, после кончины Карла Третьего, когда на трон зайдет Карл Четвертый. А пока в 1775 году Франциска Гоя работает над своим первым придворным заказом. Это были так называемые картоны для серии гобелен «Столовой принца Астурийского», как раз таки будущего Карла Четвертого. Примечательно, что ткачи просили, чтобы он писал попроще. Но Гоя создавал свои шедевры. В 1776-78 годах для королевской шпалерной манфактуры он создаст серию панно для «Столовой принца Астурийского». Среди них «Танец на берегу Мансонероса», «Драка в харчевне», «Маха и маски», «Запуск змея» и «Зонтик». В 1778 году он начинает работать над гравированием картин Диего Веласкеса. В 1880 году он расписывает собор Дель Пилар. В 1781 украшает церковь Святого Франциска Великого. И с этого периода Гоя все чаще пишет портреты. В 1786 году ему поступает заказ на новую серию для королевской столовой во дворце Пордо. У него выходят картины вновь в романтическом стиле, объединенные темой времена года. Сюжетами становятся народные мотивы. Примечательно, что в Испании в те времена у знати было в моде все народное. И на этих картинах мы увидим изображение имитации трудовых будней. Картины все выглядят радужными, вдохновенными, романтичными. В 1793 году художник тяжело заболевает, поселяется у друга Себастьяна Мартинеса, портрет которого вы сейчас видите. В результате болезни Франциска Гоя теряет слух, но он продолжает творить, потеряв из-за болезни всего лишь два года. На рубеже веков он пишет парный портрет «Маха одетая» и «Маха обнаженная». Обе картины принадлежали Мануэлю Годою, первому министру Испании и известному дамскому угоднику. Причем в те времена еще инквизиция существовала и обнаженную картину демонстрировали только самому приближенному кругу людей. Личность, изображенная на картине, не установлена до сих пор, хотя искусствоведы склоняются к тому, что это была любовница министра. В 1808 году король Карл IV отдал приказ арестовать и посадить в тюрьму Мануэля Годея. Имущество тоже оказалось под арестом. Причиной стала политическая неверность. В итоге испанская инквизиция обнаружила Маху обнаженную. К счастью, власть церкви к тому времени уже была более слабой и Гоя не пострадал. Возвращаясь к Махе, вы сейчас видите вновь картину Маха и маски. Слово Маха – это женский род от Махо. Сегодня мы это слово знаем как Мачо. В Испании того времени это представитель низших сословий, но в то же время они были хранителями национальных традиций во всем и даже в одежде. Вы можете обратить внимание на картине, что мужчина одетый в маске и в плащи. Маха – это подруга Маху, женщина веселого нрава и легкого поведения. В 1799 году Франциска Гоя создает серию гравюр «Капричус». Это сатира на политические, социальные и религиозные порядки. Каждой работе он приписывает слова. И в таком виде дарит королеве. Работа королеве нравится, хотя здесь есть изображение ее самой. Но она просто не заметила этой издевки, поэтому и эта работа сошла мастеру с рук. Называется гравюра «До самой смерти». Она прихорашивается и очень кстати. Сегодня день ее рождения. Ей исполняется 75 лет. К ней придут подружки. Следующая гравюра, которую я хочу вам показать, называется «Сон разума, рождая чудовищ». И к ней фраза. Воображение, покинутое разумом, порождает немыслимых чудовищ. Но в союзе с разумом оно – мать искусств и источник творимых им чудес. Он заказал свой портрет и хорошо сделал. Те, кто с ним не знаком и не видал его, все узнают по портрету. У них уже есть на что сесть. Чтобы образумить легкомысленных девиц, нет ничего полезнее, чем надеть им стулья на голову. А следующая гравюра будет посвящена родительскому воспитанию. Называется «Бука идет». Пагубная ошибка в начальном воспитании. У ребенка вызывают страх перед несуществующим и заставляют бояться буки больше, чем отца. И, наконец, последнюю гравюру, которую я хочу показать. Она называется «Нас никто не видел». Монахи призывают паству к смирению и аскезе. А когда никто не видит, предаются чьего угодию. Надо сказать о существовании еще одной его работы, где представлена вся правящая семья. Франциска Гоя весьма реалистично показывает их некрасивые лица. Но одевает очень дорогие красивые одежды, что компенсирует недостаток парадного портрета. С левой стороны мы видим изображение художника. Это автор-портрет. В начале XIX века для его страны наступает сложный период, который он отображает в своих работах. Страна была оккупирована французами. В Мадриде вспыхнуло восстание, приведшее к затяжной партизанской войне. И здесь самый его яркий работ на эту тему. Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде. Перед вашими глазами. Здесь он показывает все ужасы войны. Бойня. Для Франциска Гоя героем на войне является тот, кто не забывает проявлять милосердие. Здесь на картине героев, конечно, нет. Другая значимая картина называется «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года в Мадриде». Мы видим, что французы изображены как обезличная масса. Перед ними на коленях стоит испанец распростертыми руками. Такое ощущение, что он кричит. Это особенно примечательно, поскольку к этому времени у Гоя нет слуха. Еще одна особенность. На руках главного героя картины мы видим отсылку к Иисусу. Стигматы, метки. У художника настолько удачная композиция, что она получила свое цитирование. И у других художников-последователей Гои. Например, Эдуард Мане «Расстрел императора Максимилиана», Отто Джонс «Уличный бой», «Резня в Корее» Пабло Пикассо. В 20-х годах Гоя приобретает «Дом глухого». Так этот дом назывался, потому что в нем также до Франциска Гоя глухой человек пребывал. В этот дом он въезжает со своей возлюбленной Леокадии Де Вейс, Которые развиваются, чтобы быть с ним. У них родится дочь Росарита. В 1823 году Францис Гоя расписывает стены своего дома глухого поверх пейзажа, Которые уже были написаны, более радужные. И то, что получилось с него, это наивысшее мастерство художника, Но и в то же время самая мрачная его сторона. Каждая картина внушает страх. Здесь он проявил себя как настоящий импрессионист. Ведь не даром импрессионисты потом назовут его родоначальником в стиле. В 1824 году, опасаясь преследования со стороны нового правительства страны, Вместе с Леокадией Росаритой он отправляется во Францию, Где ее завершает земной путь 16 апреля 1828 года. Последней работой станет автопортрет с подписью «Я все еще учусь». Он имеет в виду, что до сих пор учится художественному мастерству, И нет этому процессу конца и края. Это и есть жизнь. Давайте подведем итог. Прославился Франциско Гоя тем, что был художником и гравером. В стиле, в которых он работал, Искусствоведы определяют как романтизм и критический реализм. Его личная жизнь окутана тайнами, Неведомыми путями ему фортуна улыбалась, И не раз он избегал возможных преследований. Франциско Гоя оказал большое влияние на последующих художников, Которые вдохновлялись его работами и цитировали. Благодарим за внимание. И до новых встреч, дорогие друзья!